Сами россияне о семье Владимира Путина последние годы имеют очень смутное представление. Но он сует страну в домострой и, так сказать, в семейные ценности. А сам при этом живет, как живет. Пошляк. Что же все-таки делать? Байкотировать, голосовать за какого-то одного кандидата от оппозиции? Кто он может быть? Что делать? Захар Прилепин просто разделся до гола этим монологом. Это совершенно поразительно. Это программа «Охот мысли» с Виктором Шендеровичем. Я приветствую всех вас на Белсате. Меня зовут Игорь Винявский. Прежде чем мы начнем наш выпуск, традиционно уже попрошу подписаться на наш YouTube-канал вот так, если вы смотрите нас на YouTube. Также на нашем YouTube-канале вы можете найти предыдущие выпуски программы «Охот мысли» с Виктором Шендеровичем. Виктор, приветствую вас. Добрый день. Давайте начнем, может быть, несколько с такой разминочной темы, может быть, больше философской, но уж точно очень скрепной. Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. При этом сами россияне о семье Владимира Путина последние годы имеют очень смутное представление. Никто сейчас толком, по-моему, даже не знает, есть ли у него официальная жена, состоит ли он с кем-то в браке. Как вы считаете, лидер государства все-таки должен быть на виду? Его семья должна быть на виду или это допустимо, что это такая тайна за семью печатями? Понимаете, какая штука? Как в старом еврейском анекдоте, надо как-то либо снять крестик, либо надеть трусы. А в принципе, частная жизнь человека неприкосновенна обычного человека, и он вправе ничего никому не рассказывать о своей частной личной жизни. Но если ты политик, если ты глава государства, который вводит домострой, так сказать, де-факто, если ты много рассуждаешь на темы нравственности семьи, всех этих сомнительных материй, честно говоря, потому что в них лучше публичному человеку особенно не соваться, это личное дело каждого. Но если ты устраиваешь государство по такому образцу, если ты берешь людей за шиворот и волочишь их, так сказать, в сторону каких-то скреп, то ты должен минимально соответствовать тому, что ты декларируешь. Вообще, то немногое, что мы вправе требовать от публичных людей, это чтобы их убеждения и их жизни как-то соотносились друг с другом. В случае с Путиным мы видим, что политика чем дальше, тем скрепнее, вторжение в личную жизнь граждан, тем дальше, тем активнее, а сам он при этом абсолютно закрыт и очень мало соответствует своим собственным, так сказать, публичным установкам. Ну, собственно говоря, Торчев, это было сказано давно, мы про это успели даже куклы снять 20 лишних лет назад, это Торчев, это Торчев, святоша, за всеми борениями о нравственности, за всей нравственности которого стоит просто пошлость и материальный интерес, и демагогия. Путин абсолютно заслужил уже звание Торчев даже 20 лет назад, а уж тут он вырос в такую совершенно глобальную фигуру. Торчев или Фома Пискин в русском варианте этого персонажа? Фома Пискин вполне себе. Человек, который занят, человек, который занят в селе, так сказать, приватизацией села Степанчикова, обретением власти, да, но все время мелят что-то про нравственность. А так бы сто лет мне не видать его жены-любовниц, это личное дело каждого. Если только тот человек, который практикует, не практикует жены, а практикует любовниц, и практикует довольно, так сказать, свободный образ жизни для себя, если бы он нас рисовал в домострой. Вот тогда у меня не было бы к нему как к частному лицу никаких вопросов «живи ты как хочешь». Но он сует страну в домострой, да, и, так сказать, в семейные ценности, а сам при этом живет как живет. Пошляк. Алексей Навальный, несмотря на то, что сидит, но дело его продолжается жить, дело его живет, он провел анкетирование. Анкетирование среди... Результаты основаны на ответах 54 130 анкет. Анкетирование проходилось 17 октября среди российских политиков, журналистов и общественных деятелей. Речь шла о выборах. Результаты анкетирования такие. Большинство опрошенных не знает, что делать, и согласны на единого кандидата от оппозиции. Больше половины опрошенных сообщили, что готовы бойкотировать выборы. Подавляющее большинство, свыше 45 тысяч, заявило, что допускает стратегию за любого кандидата против Путина. Кстати, когда Навальный объявлял это анкетирование, вот 17 октября, то в списке политических игроков и участников спора он также указывал и вас. Я не знаю, вы заполнили эту анкету, кстати говоря? Я заполнял эту анкету, да, и разрешил Навальному пользоваться результатами моих ответов. Но вот Навальный сказал, что вроде бы бились копии о том, что у людей разные стратегии, а пришли к тому, что у большинства и нет стратегии. Мы, в принципе, уже как-то скользь об этом говорили, но тем не менее, чем ближе выборы, тем, наверное, какая-то, все-таки какая-то стратегия у россиян, какое-то понимание должно выкристаллизовываться. Что же все-таки делать? Бойкотировать, голосовать за какого-то одного кандидата от оппозиции, кто он может быть, что делать? Понимаете, стратегия у человека может быть только стратегия собственной жизни. Когда мы говорим о стратегии для некоторого количества десятков миллионов людей, а число людей, которые хотели бы прекращения путинской власти, безусловно исчисляется десятками миллионов, по крайней мере. Я не утверждаю, что это большинство, но десятки миллионов точно. То стратегия может быть единой только если есть общественный диалог, если можно провести праймерис, если можно прийти к единому какому-то результату. Меня, как одного из этих миллионов, я сказал, меня устроит любой единый кандидат, условно, Тихановская, любой единый кандидат против Путина, но единый. Не 10 кандидатов, которые заявят против Путина и будут на радость Путину размывать, так сказать, наш, каждый получит по доле процентов, а один единый кандидат, за которого будут голосовать все, кто хочет прекращения этого кошмара. Это меня бы, и тут я бы проголосовал хоть за Надеждиной. То есть мне совершенно все равно за кого в данном случае. Ну, не из кровопийца, разумеется. Из людей. То есть тут совершенно неважно имя. Поэтому единственное, что имеет смысл, когда мы говорим о стратегии, то это наличие стратегии. Потому что бойкот выборов имеет смысл, когда это общий бойкот, который дискредитирует результаты этих выборов, потому что понятно, что вообще никто не проголосовал, никого нет. Что народ просто устранился и, так сказать, объявил о фальсификации, о дискредитации самого института выборов. Это одна стратегия, стратегия бойкота. Но опять-таки общего, чтобы мы все договорились между собой, что мы бойкотируем. Либо вариант одного кандидата. Повторяю, любого. Явлинский, Надеждин, Пупкин, Штубкин. Совершенно неважно, как будут его звать. Это будет кандидат. Но тогда мы все должны голосовать за этого кандидата, чтобы попытаться что-то поломать. Сегодня стратегии одной нету, потому что нет единого центра. Навальному честь и хвала за то, что он пытается этот процесс из своего ШИЗО, из невыносимых условий. Ему и его соратникам спасибо, что они пытаются организовать этот процесс. Попытаться хотя бы. Надеждин, несколько раз упомянули его. Мы про него уже говорили в нашей программе несколько выпусков назад. Я тут отмечу, что редакция вот так записала интервью с ним. Его интервью можно посмотреть также на нашем YouTube-канале. Вот так найти его, если кому-то интересно послушать, что же предлагает будущий кандидат в президенты. Почему будущий? Потому что все-таки еще процесс регистрации кандидатов не начался. Поэтому мы говорим условно о кандидатах как таковых. Тут вот такая картина интересная. Получается, кто же будет выбирать и как будут выбирать единый кандидат или не единый. Появилась, например, вот еще Екатерина Дунцова. Российская журналистка, которая заявила о своем также намерении выдвинуться в президенты. Ее уже вызвали в прокуратуру пообщаться с ней по поводу того, что она думает про СВО. Потому что она уже сделала некоторые заявления, которые, видимо, напрягли власть. И прокуратуру Дунцова, кстати, сказала, что уже более 10 тысяч человек готовы подписаться, дать свои подписи как за кандидатов в президенты. Более тысячи готовы войти в инициативную группу. Я напомню, что 300 тысяч надо собрать кандидату в кандидаты. Что же говорит Дунцова? Вот она заявляет такое. На территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации. Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея, Эритрея. Но и скоро они отвернутся. Что же нам предстоит сделать? Стране необходимы скорейшие перемены, прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных. Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. В общем, с таким набором слов Дунцова пока что на свободе. Вот возникает закономерный вопрос. Это, например, человек, который действительно сможет объединить протестные настроения, или вот будем наблюдать за ней, и если после таких заявлений с ней ничего не случится, ее зарегистрировать, это значит, что это некий там кандидат торпеда. Вы знаете, я от вас услышал об этом кандидате, под всеми словами готов подписаться. Значит, для меня изначально она предпочтительнее, чем Надеждын. Хотя бы потому, что Надеждын фигура абсолютно двусмысленная и свою двусмысльность многократно показавшая. А это новая фигура, и презумпция невиновности заставляет меня верить ее словам, верить в исконность ее намерений, пока она не доказала обратное. У власти есть время, чтобы выбрать стратегию борьбы с этим. Это потенциально Тихановская. То есть человек, который не был замечен раньше в политике, но совершенно ясно дающий понять, что это и есть альтернатива. Значит, в этом случае, то есть я, разумеется, готов был бы за нее голосовать и всячески помогать ее избранию. Разумеется. Значит, дальше то, о чем я говорил в прошлом монологе, простите, да, что мы должны договориться все, по возможности все, как договорились белорусы. Мы должны договориться, что мы голосуем за этого человека, что он символизирует нашу надежду на перемен. Что касается стратегии, нет, когда вы говорите там торпеда, спойлер, да, это, повторяю, презумпция невиновности заставляет, предполагает, что пока человек не доказал обратное, мы ему верим. Верим в высказанность его слов. Слова внятные, слова, под которыми я и миллионы россиян готовы подписаться. Дальше власть. У власти есть еще запас времени, чтобы понять, что с этим делать. Посмотрим, посмотрим. Если она, я думаю, что с таким набором слов, ну, это очень не похоже на спойлера, это очень не похоже на спойлера, это очень решительные слова в сочетании с абсолютной незащищенностью несистемного человека. В случае с Надеждином мы имеем основания полагать о некоторой договоренности, которая существует между ним и властью. Он не новичок. Мягко говоря, в политике уже четверть века там валандается, да, в роли мальчика для битья. Вот, в случае с этой журналисткой, да, на новенького, и это очень интересно, очень интересный вариант. Повторяю, посмотрим, что сделает власть. Но это очень любопытно, именно как эффект Тихановской. То есть эффект человека, который ведь в чем было преимущество Тихановской перед огромным количеством бывших кандидатов в президенты в альтернативу Лукашева. Они между собой успели 15 раз перегрызться и намаячить, так сказать, перед глазами белорусов. А тут появилась совершенно ясная фигура, обозначавшая в чистом виде альтернативу. То есть, собственно говоря, сама Тихановская как личность ничего не означала, кроме шанса. Это был шанс. Это была лахуна, которую заполнила воля белорусской. В качестве такой лахуны, вот такой фигуры, да, замечательная фигура появилась. Это очень любопытная. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, как поведет себя Кремль. Посмотрим, как поведут себя разные башни Кремля. Какая будет стратегия? Просто выжечь каленым железом, посадить в тюрьму, там, не знаю, запугать. Или попытаться купить. Или попытаться договориться. Или попытаться, да, как-то использовать ее в качестве спойлера. Посмотрим, что они предпримут. Сейчас их ход. Вот интересно, мы с вами действительно уже неоднократно говорили о Светлане Тихановской, о том, что в свое время, видимо, Лукашенко решил посмеяться, допустив ее к выборам. Но в итоге стало это никому не смешно. И возможно, что Путин ведь учтет, ну невозможно, Путин однозначно учтет эти уроки и не рискнет даже какую-то условную Тихановскую допустить к выборам. Действительно, здесь весь вопрос, каким образом, скорее всего, будут отстреливать не то, что потенциально опасных кандидатов, а, наверное, вообще любых, которые так или иначе могут сыграть роль такой графы против Путина. Ну, либо, повторяю, если только не использовать в качестве спойлера, как Надеждин. Потому что Надеждин в чистом виде спойлер. Он тяжело не обаятельный, он откровенно слабая фигура, вполне двусмысленная на либеральном поле, и на либеральном поле. Поэтому Надеждин, мало шансов, что он соберет что-то. Повторяю, а если вдруг он станет, а стать по-настоящему символом протеста, он сам не рискнет. Он человек, незамеченный в большом личном мужестве. И я думаю, что когда он, если вдруг сложится ситуация так, что он окажется не спойлером, а реальным кандидатом, и он почувствует, что его могут отстрелить не на уровне Центра избиркома, а на уровне Кадырова, отстрелить, да, а это совершенно реальная вещь в наших обстоятельствах, да, то я не думаю, что Надеждин уж так будет рад своему месту в списке Центра избиркома. Раз уж мы заговорили о женщине, желающей побороться за кресло президента, то я считаю, уместно будет вспомнить и о другой россиянке, которая также баллотировалась в президенты. На этой неделе ровно 25 лет с убийства Галины Старовойтовой. За что ее убили, в общем-то, до сих пор так и неизвестно, но из ее громких дел она предлагала закон иллюстрации. Она хотела стать главой государства, собственно, о чем я уже говорю, она критиковала войну в Чечне. На ваш взгляд, чем же все-таки была так опасна депутат Госдумы, и кому была выгодна ее гибель? Вы знаете что, после ее смерти я написал текст, его легко найти, потому что, в общем, дата более-менее понятна. В ближайшие несколько дней после убийства Старовойтовой я написал текст вот именно про то, что очень трудно искать убийцу, потому что основание для убийства Старовойтовой, личный мотив для убийства Галины Васильевны Старовойтовой был у огромного, у всей политической элиты. В диапазоне от Хазбулатова до, так сказать, армейских генералов. Огромный, вот Жириновский, Жириновский, Хазбулатова, ЛДПР, бандитская фракция, да, Хазбулатов, так сказать, военные российские, угроза ее выхода на выборы, на следующие выборы 2000 года. Она представляла опасность буквально для всей политической элиты. А к 97-му году, политической, к ноябрю 97-го года, политической элитой в России уже была элита коррупционная, силовая. Там уже никаких близко не осталось Гайдаров, Рыжовых, Афанасьевых, да, интеллигенции, международной депутатской группы, Сахарова. Ничего этого не было близко. Иных уж не было, да, кто-то был, кто-то умер, а кто-то был маргинализирован и выброшен вон. Политическая элита, для политической элиты той, Галина Васильевна Старовойтова представляла огромную угрозу. И убить ее мог буквально любой. Об этом был мой текст после ее убийства. Я помню несколько фамилий, но, в общем, это можно почитать. Да, кажется, в московских новостях был этот текст, да, и была программа, и того можно посмотреть. Да, она была, она представляла огромную угрозу. И это, конечно, убитый шанс России. Потому что вот, собственно говоря, Галина Васильевна Старовойтова вот уж кто символизировал в полный рост какую-то другую Россию. Какую-то другую Россию. И Россию, приверженную демократическим ценностям, развитию, да, человеческим ценностям. И Россию, где президентом можно стать женщин. И Россию, которая открыта миру. Да, да. И убить ее мог любой. Это повесили на ЛДПРовского какого-то бандита. Да, не исключено, что да. Но не сомневаюсь, что заговор мог быть гораздо глубже. И еще одна россиянка, которая тоже выдвигала себя кандидатом в президенты, на этой неделе попала, так сказать, в поле зрения общественности, это Ксения Собчак. Но, собственно, не сама Ксения Собчак, а человек, у которого Ксения взяла очень большое, по-моему, двух- или даже трехчасовое интервью. Это Z-писатель Захар Прилепин. Я процитирую один момент из этого интервью, и как раз вот его хотел бы обсудить с вами. Прилепин о жизни эмигрантов за границей. Они, уезжающие из России, просто думают, что они там нужны кому-то в Париже или Баку. Они там не нужны никому. Я за границей бывал десятки раз, там люди живут хуже, чем я и мой круг, моих товарищей, моих писателей, музыкантов, знакомых. Все мои знакомые парижане живут хуже среднестатистического москвича. Они хреново живут. Почему у нас люди, которые катаются по заграницам, не рассказали, как живут римляне обычные парижане? Живут в съемных квартирах, платят очень большие налоги, точно не купаются в шоколаде, не ездят на таких дорогих тачках, как в России. И бабок у них таких тоже нет. Собственно, даже не то, чтобы обсудить, я с вами хочу этот отрывок, а просто у человека катается по заграницам. Хочу послушать ваше альтернативное мнение по этому поводу. Послушайте, это просто... Просто Захар Прилепин просто разделся догола этим монологом. Это совершенно поразительно. То есть имеется в виду, что мы, которые бежали, были выдавлены из России Путиным и путинской бандой, что мы уехали за тем, чтобы кататься на более крутых тачках, чем мы катались в России, что мы там ищем... Да, он абсолютно просто человек заголился. Он высказал свое... Он показал свои приоритеты, свое представление о мире. С точки зрения Прилепина мы все, значит, десятки, сотни, сотни тысяч россиян, миллион россиян, который уехал от стыда, от ужаса, не только от мобилизации, от невозможности жить в этом бандитском сортире, да, в этой казарме, в этой малине. От стыда, от ужаса, от невозможности, чтобы тебя ассоциировали с этим. Да, вот это было голосование. Голосование, да, на границе, на станции Верхний Ларс, Селиметьево, Домодедово. Это было голосование ногами после начала войны. А с точки зрения Прилепина мы все, да, мы все куда-то поехали, чтобы кататься на более крутых тачках, да, и мы проиграли, потому что у нас там нет крутых тачек. И он торжествующе нам делает вселенскую смазь, потому что мы уехали за тачками крутыми, а там их у нас нет тачек. И мы живем беднее, что правда. Те, кто уехали, живут беднее, чем они жили в России. И гораздо беднее, чем они жили бы в России, если бы намалевали на себе букву «З». Я бы тогда что-нибудь покупал на озере Кома себе, если бы вовремя намалевал себе, так сказать, эту букву. А это смешно, это смешно. Тут повторяю, вот человек даже сам не понял. Странно, он вроде не глупый был парень когда-то, да, но вырос в ушляка. Он не понял, он как бы забыл простую вещь, что все, что ты говоришь о других, ты говоришь о себе. И Захар Прилепин в полный рост изобразил свои приоритеты. Крутая тачка, низкие налоги, роскошная жизнь. Нет, мы уехали не из-за этого из России. А что можно действительно все-таки противопоставить? Потому что ведь этот месседж Прилепина, он, наверное, не тем, кто... Да не то, что наверное, он однозначно не тем, кто уехал, а тем, кто находится в России. То есть это может быть некое такое предупреждение или что. И вот есть западный мир, где, ну да, давайте говорить честно, налоги выше. И дорогие машины далеко не в таком количестве, действительно, как в Москве. Но что же все-таки люди находят на Западе? Вот я хочу сказать, с этого места, с дорогих машин. Дело в том, что здесь меньше дорогих машин, потому что в местную ментальность не входит крутая тачка. В Берлине, если вы видите навороченную крутую машину, это либо наш, либо араб какой-нибудь, да? Берлин съедет на велосипеде. Мэр Лондона Джонсона на велосипеде ездит. Да? Неприлично. Крутая тачка, это не просто не нужно. Это неприлично. На тебя пальцы им показывать будут. Я знаю несколько случаев русских, которые приезжали сюда с охраной и крутыми тачками, и которые вынуждены были вернуться обратно, потому что они не смогли прижиться в западном мире, в нормальном, а с ними никто не хотел иметь дело. Тем не менее, вот вы все-таки действительно много поездили по Европе, не только по Европе, по США. И вот эта вот фраза прилеплена, что среднестатистический москвич живет лучше. Действительно, на ваш взгляд, то, что вам бросается в глаза, или то, что вы разговариваете с людьми, насколько среднестатистический парижанин или римлянин живет хуже или лучше, чем среднестатистический москвич? Послушайте, я не живу среди среднестатистических парижан. Я езжу по русской загранице. Вот я сижу сейчас в доме русского профессора университета Эмори в Атланте, в Джорджии. Сейчас я немножечко вот так вот, чуть-чуть-чуть вдоль книжных полок. Это я сижу в его библиотеке. Я у него в гостях. У этого чудесного профессора, который живет, ну уж гораздо богаче, чем он жил бы в России, этот же профессор. Гораздо богаче, гораздо состоятельнее, с гораздо большими возможностями, с гораздо большей социальной защищенностью, с лучшей медициной, да, со всем-всем лучшим. И причем он это может делать здесь, не воруя, обращаю внимание, не вступая в правящую партию, да, не вылизывая задницу Путину. Он тут, он просто преподает в университете, в местном, пишет книги. И вот он живет, должен вам сказать, очень неплохо. Причем это очень скромный дом по американским меркам, да. Это, уверяю вас, это гораздо, это гораздо лучшее защищение, чем он жил бы в России. Я уже не говорю о том, что Прилепин, не будь дурак, говорит Москва, слово Москва. Имея в виду вписанность в, ну, понимаете, вот есть Садово-бульварное кольцо. Где-то примерно 500-600 тысяч россиян, бенефициаров всех этих лукойлов, Газпромов, Боенок, то есть 80% денег в Москве. И, конечно, если за москвича считать обитателя патриарших прудов и прилегающих бульваров, то да, здесь, да, в Атланте немножечко, да, не такой, не такой густой жир намазан в поверху. Но никак заметна разница, если отъехать. Потому что если вы отъедете в любую американскую провинцию, да, то там будут нормальные дороги, там будут магазины, там будут очень дешевые, да, торговые центры, где можно закупиться, да, и все это по карману людям, которые работают. И люди откладываются на пенсии, и в пенсионное время путешествуются по всему миру. Причем, повторяю, это не бенефициары, это не люди, обитающие возле Пентагона и Уолл-стрита, а это просто американцы, миллионы американцев. Поэтому пошляк и лжец ваш прилепен, разумеется. Но главное ведь не уровень жизни, повторяю, не количество наворотов, а главное ментальность. Ментальность и условия, да, условия. Здесь для того, чтобы жить достойно, не обязательно вылизывать задницу власти. Здесь можно просто работать. Скорее всего, наверное, вообще это не нужно делать. Давайте уже подводить итоги нашего сегодняшнего выпуска. Но как минимум мы можем сказать, что знакомые Шендеровича за границей живут лучше, чем знакомые Прилепина за границей. Из ваших слов это однозначно следует, да. Виктор, спасибо вам большое. На этом наш выпуск подходит к концу. Увидимся через неделю. Всего доброго. Это был «Ход мысли» с Виктором Шендеровичем. Смотрите нас на Белсайте, подписывайтесь на наш YouTube-канал вот так. Увидимся через неделю. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!